Уважаемые друзья, от всего сердца я рад приветствовать онлайн-митинг калмыцкого народа. Я шлю вам слова приветствия и гордости за вас из города Пскова, от истоков русской демократии, свободного города, где всегда жили свободные люди. Я искренне рад тому, что вы смогли организовать такое выдающееся мероприятие, когда из тысяч точек по всему миру вы можете общаться между собой, заявлять свою позицию. Это митинг в защиту прав граждан, прав и свобод граждан, митинг в защиту местного самоуправления, митинг, конечно же, в защиту калмыки и прав калмыцкого народа на выборы своих лидеров. Я хорошо знаю о том абсолютно ультимативном конфликте, который сейчас происходит в Элисте, человека, которого категорически не приемлет калмыцкое общество, призвали, поставили сверху, без всякого совета с людьми, руководителей, стой. Это, безусловно, пощечина калмыцкому народу и всему гражданскому обществу России. Это оскорбление и, безусловно, ваш протест не только обоснован, он является обязательным для всех людей, кто уважает себя. Местное самоуправление сегодня в нашей стране находится почти в подполье. Очаги местного самоуправления становятся похожими чуть ли не на партизанское движение. Но именно местное самоуправление способно спасти всю нашу огромную страну. Что такое местное самоуправление? Это благоустройство жизни под ответственность людей, которые живут в городе, районе, республике, селе. Местное самоуправление – это трава, которая растет снизу и пробивается сквозь асфальт. Местное самоуправление – это люди, которые уважают себя, требуют уважения к себе и добиваются уважения к себе. Что такое настоящее местное самоуправление? Это общество. Это настоящее гражданское общество, где люди объединяются и в защиту своих интересов, и для того, чтобы построить такую жизнь, такие города, такие районы, такие края, в которых они хотят жить, растить своих детей и внуков. То, что сегодня происходит с местным самоуправлением в нашей стране, это попытка подавить человека. Это попытка заставить людей подчиниться насилию. Это попытка заставить людей замолчать, утратить чувство собственного достоинства, утратить голос. Мы не согласны с этим. Мы протестуем против этого. То, что вы делаете сейчас, это движение в защиту прав всех граждан России, вне зависимости от того, где бы они ни проживали. В Элисте, в Пскове, на Камчатке, в Калининграде, везде. Это движение в защиту человека, как главного действующего лица всего общества и всей политики. Я вас приветствую. Я поздравляю вас с тем, что вы организуете такие митинги, заявляете свою позицию. Очень важно то, что вы не боитесь, показываете свое лицо, называете свои имена, прямо заявляете о том, что вы недовольны, вы не согласны с тем, что делает вышестоящая власть. Это важно. Именно так поднимется местное самоуправление. Именно так поднимется страна. Буквально через два дня в городе Пскове на сессии Псковского областного собрания депутатов в пятый раз будет рассматриваться законопроект депутатов от партии Яблоко, Артура Гайдука и Мой о возвращении жителям города Пскова и жителям города Великие Луки право на прямых всеобщих выборах выбирать главу администрации города. Да, в районах Псковской области прямые выборы глав сохранены, но две наши столицы, Псков и Великие Луки, уже в течение 12 лет лишены этого права, потому что власти боятся волеизъявления людей в этих больших для Псковской области городах. В пятый раз подряд, каждые полгода, как это позволяет нам закон, мы вносим этот законопроект и каждый раз говорим. Уважайте людей, слушайте мнение людей. 90%, свыше 90% жителей Пскова и Великих Лук требуют вернуть им прямые выборы глав городов. Мы это сделаем рано или поздно. Это состоится. Важно не молчать, важно не останавливаться, важно чувствовать плечо друг друга. Вот мы с вами на расстоянии тысяч километров, но я чувствую вашу поддержку и вы чувствуете нашу поддержку. Гражданское общество отличается тем, что мы общаемся по горизонтали. Нам не нужна для взаимодействия между собой вертикаль государственной власти. Гражданское общество – это прямые, уважительные отношения между людьми, тысячами людей, а в масштабе всей страны – миллионами людей. Именно так мы изменим жизнь, изменим политику и изменим в конце концов власть на тех людей, кто будет уважать человека. Большое спасибо вам за все то, что вы делаете. Я желаю вам сил, упорства, упрямства, веры в победу. Не останавливайтесь и вы обязательно победите. Мы все обязательно победим. Большое вам спасибо.